Всем привет, с вами Ваня. 17 серия промежуточного сезона похождения на вполне себе ядерном сервере. И я тут потихонечку между сериями слегка копнул. И знаете, черепахи нужно запретить. Что дальше? Дальше у меня есть две идеи. Первая идея идти в низер. У меня есть 20 обсидиана. Это достаточно для того, чтобы сходить. О, кстати, это же детальки. Детальки живут теперь у меня здесь. Но, в принципе, что мне даст Глоустон? Глоустон даст мне массфабрикацию, ресайклеры и прочие некрасивые слова. В принципе, вы, наверное, уже много раз видели, как я делаю скрабы, генераторы и все такое. Я бы сейчас с пчелами занялся. Ой, как мало ниточек. Вот это может быть проблема. Это может быть очень суровая проблема, но не для меня. У меня есть бензопила. У меня есть зеленая комната. И пуки. Я пришел. Ой, 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 ой. Они меня сразу же учуяли. Ну что, вперед. В общем, я сейчас займусь добычей ниточек. Знаете, какое-то очень скучное занятие с этими пауками. Вот, кстати, тебя застроил. Так что, ну их нафиг. Ниточек, 40 ниточек. Ладно, хватит. У меня есть сейчас 8 активных пчел. Ну, да, я где-то по дороге потерял двух пчел. И, значит, 3х8, 24. Им нужно 24 рамочки для того, чтобы устанавливать свои соты. Ну, давайте делать. Причем я всего один глаз выбил. Забавно. Давайте делать. Палочек мне еще пригодится. Так, стоп, у меня есть палочки. Ну да, какие-то палочки у меня есть. 24, я сказал. Рамки для сот. Вперед, по-моему, не хватит сейчас. А, не хватит. 8 еще нужно, да? Хорошо. Еще 8 штучек. 8. А вот этих вот точно хватит, потому что 8,8, 64. А клеток по окружности, их как раз... Ой-ё! Почти хватило места. Так, это сюда. И палочки тоже сюда. О! Можно эти устанавливать. Кстати, потом нужно будет заклинуть в мою резиновую ферму. Ей должно быть хорошо. Ух ты, как здесь. И вообще-то у меня кончився всякий моб-дроп. У меня точно кончились скелетовые кости. Вот, как вы видите, у меня на исходе ниточки. Так что, то ли надо на охоту пойти, то ли дождаться мистера М. И попросить его сделать что-нибудь, чтобы у нас был хоть какой-нибудь моб-дроп. Ну что, вот так вот. Да, у меня нету двух пчел, но в принципе я здесь видел ульи. И можно из этих ульев что-нибудь добыть. К вопросу о том, что у меня с пчелами. У меня больше нету индустриального бранча, потому что они превратились... Ух ты, Крипер, я тебя вижу. Потому что они превратились в индустриальных пчел, и все хорошо. Вот этим. Ну ладно, дадим им. Пусть радуются жизни. У меня есть другая проблема. Помните, я выводил пчел... Как они назывались-то? Это что, да. Вот как раз я выводил королевских империалов. Вот. Империалов я не завершил. Так что у меня остались оранжевый и красная пчела. Их нужно потихонечку превратить в империалов. Но есть проблема. У меня нету бионалайзера. Я не знаю, какие пчелы у меня кто. Индастриус, 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 индастриус. Индастриус, индастриус. Индастриус, индастриус. А вот что я не понял. А, один империальный дрон. Вот что я не понял. А где я, собственно... Все. Я слышал. Ко мне крадется злой Крипер. Нет, злой Крипер. Ты не будешь взрывать мои пчел. Потому что у меня есть бензопила. Да. Корова. Коровы это очень полезно. У меня есть плохая мысль насчет коровы. Но этим мы займемся в этой серии, но попозже, я очень надеюсь. В принципе, молоко это клевое топливо для биогазнутых моторчиков. Поэтому я где-нибудь рядом с домом сделаю маленький коровничек. А куда? Понятно. И из этого коровничка я себе буду брать молоко. К сожалению, Red Power нету, поэтому придется это делать в почти ручном режиме. Так, что? Где? Что, у нас только одна дырка? Да, у нас, скажись, только одна дырка на этом дереве. Хорошо. У меня есть саплинг для того, чтобы тут посадить. Так что, в общем, коровы это клевое топливо. Но другая фишка заключается в том, что криозотное масло очень хорошее топливо для бронзовых моторчиков. И, в принципе, я, гуляя по подземельям, нашел себе аж целых 10 банок криозота. Он просто в сундуках. Так что пока что с топливом для биогазных машинок, моторчиков, машин, инжин, да, у меня полная каша во главе. В общем, с топливом у меня все хорошо. Никаких проблем получить довольно много топлива. То есть никаких больше каменных моторчиков с лестницами внутри. В общем, мне прекрасно так это дерево тоже рубить. К сожалению. Еще из полезных, приятных вещей. Вот эти листики... А? Чего, из этих нельзя делать. Из листиков я наделал себе лендболов растительных шариков. В Форестри добавляет новый рецепт. Так что можно теперь делать вот эти вот шарики для топлива, для джетпака. Не только из листиков, не только из саплингов, но и из листиков. Что, в принципе, клево. Почему из резиновых нельзя? Вот это неправильно. Амазоневская яма, я не знаю, что там. Я там не был. Кстати, я до сих пор не нашел его дом. Надо бы сходить посмотреть, где у него дом. Но он мне сказал примерно координаты. Я пришел по этим координатам и что-то как-то нифига не нашел. Но я нашел следы его пребывания и он говорил некоторые вещи. Ну, пока он шел до этого места, он говорил, что он, вижу это, вижу это, вижу это. Ну, в общем, пока я шел сюда, я все это видел. Кстати, о пчелах. О, пляжик. А это что, остров, что ли? То есть, ага. Ребята, а мы на острове. Это большой, но это не континент. То есть, тут всего лишь плейнсы и форесты. Все, да? А, нет, он говорил, что где-то есть джунгли. Ну, нужно поискать, будет джунгли. Ну, ладно. Об этом потом. А пока что я иду домой. Я обнаружил проблему. Почему у меня так плохо с пчелами? Вот этот вот кусочек трубы. Половина пчел выплевывалась. Ах, что это? Еще индастриус. Пчелы должны были активно начать заниматься своими пчелиными делами. Ну, у них теперь есть жердочки, на которых можно сидеть. Это клево. Пойдем, кстати, посмотрим, какие у меня еще жердочки есть. Так, что здесь? Ничего интересного? А я же вроде бы посадил тут. Я же тут вроде бы сажал какие-то деревья. Было дело или не сажал. Ладно, не помню. Не важно. Так вот, о чем я хотел вам сегодня рассказать и показать. Вот здесь вот где-то у меня будет пристроечка с коровником. И вообще с моторами. Вот здесь вот. А, соответственно, все машины будут располагаться где-то здесь. Насчет машин. Мне точно нужно два карпентера. Для маслян мне нужна центрифуга. Карпентер для масла. Карпентер для простых штук. Так, кстати. Сразу, наверное, отправить сюда и проверить. Неужели действительно нельзя делать из этих листьев? Не-а, не делаются. Из этих, к сожалению, не делаются. Так, хорошо. Так вот. Мне нужны два карпентера. Центрифуга. Соковыжималка. И термионик-фабрикатор. У меня есть золото. Ага, есть у него золото. Ха-ха. Ну, зато у меня есть свободный массератор. Для золота. Золотой руды у меня предостаточно. Я же говорил, что я прошвырнулся за черепашками еще разочек. Так, это сюда. Можно еще вот это сюда. Здесь железо. Наверное, имеет смысл пожарить железо. Камень пожарил позже. Жареного камня мне, кстати, нужно будет много. Вот. Во, во. Это живет здесь. А этот мусор живет здесь. Вот это живет здесь. А резина считается почти машинами. Все. А вот это инструмент. Расшвырялись. Как вы видите, в левом верхнем углу ко мне пришло письмо. Что пишем? Letter from Fizop. Спасибо. Белый порошок. И большое спасибо. Это примерно то, чего я и подозревал. Белый порошок, динамит. Но вот, к сожалению, они не активируются. В принципе, можно... Стоп. Стоп, 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 стоп. Я, конечно, понимаю. Да, да, да. Это китайский вирус. Сделай сам. Что ж такое-то, а? Ну-ка. Ну. Бабах. Фига себе. Тут все разнесло. Ой. Разнесло мои... Новомодные прикольные лампочки. Которые я тут делал. Так, что, мне сломало сундук? Мне сломало сундук с... Деревом плохо. Я, конечно, ожидал от тебя такой подставы, дорогой. Ну, черт возьми. Кстати, тут, по-моему, сейчас темно. И тут у меня будет спавниться всякая фигня. Кстати, мне понравились вот такие вот лампы на потолке. Очень даже ничего так. Свою задачу они, ну, в освещении выполняют. Дай-ка я проверю, какая здесь освещенность. Нет, ничего страшного. Здесь восемь. То есть, ничего у меня тут спавниться не будет. Ну, чё. Ах. Сундуки у меня вроде бы были. Сундуки я ещё не потратил. Вот такая вот... Вот такие вот у нас игроки на этом сервере. Злые и нехорошие. Кстати, о злых и нехороших. А не хочу ли я... Это точно машина. Не хочу ли я... Не хочу ли я... Залезть к себе на крышу и посмотреть, что у меня там. Потому что у меня есть вот эти жердочки. У меня есть вот эти штуки. Мне, кстати, нужно ещё одну вещь интересную сделать. Я 31 уровня. Как известно, в свежем Майнкрафте Максимальный уровень зачаривания предметов это 30-й. Так что я уже перерос зачаривание. И вот я просто не знаю. Я хочу себе... Ух ты. Ух ты. У меня тут кто-то спавнился. Я просто не знаю, что я хочу себе сделать. Я хочу себе сделать... Кирку железную. Дождаться... Нет, стали я, кстати, не дождусь. Так что первую кирку я просто делаю железную. И никаких алмазных. Хотя, может, алмазных будет неплохо. Но если будет алмазная с эфишенси, я просто расстроюсь. Так. Это мои тыквы. Это мои ридсы. Кстати, ридсы надо собрать. Зачем они мне нужны? Очень смешной вопрос. Я сам не знаю. В принципе, я думал, что я буду использовать их для того, чтобы печатать на принтере. Да, в компьютер-крафте появился принтер. И заниматься прочими радостными вещами. Но, как-то, знаете, скорее всего, я не буду печатать на принтере. Но, слать письма. Да. Это бумага. И, кстати, бумаги у меня будет много. Еще из них можно делать топливо. Но плохенькое. Ну, кстати, а почему бы и нет? Да, и вот этот ряд, это для увеличивания количества семян пшеницы. Потому что я помню, ну, да, что иногда по вот этим вот местам у меня прыгают. Так, кстати, и если у меня здесь прыгают... Черт. О, слез. И если у меня здесь прыгают, то мне нужно иметь некоторый запас семян. Потому что, если там попрыгали, семян у меня не останется. Где я храню пшеницу? Не хочу ли я хранить пшеницу где-то здесь? Здесь вот. О! Ну что, у меня, может быть, даже сейчас хватит палочек на то, чтобы... Хотя ни на что у меня палочек не хватит. У меня есть кости? Нет, костей нету. Ох, все плохо. Ничего не хватает. Ни на что. Так, что, мы дальше перетираем мы медь, потому что у меня кончалось медь. Пережариваем мы железо, потому что жареное железо это полезно. Все, наверх. И я пойду попробую посадить там что-нибудь куда-нибудь и как-нибудь. А вот и, собственно, проблема. Это паук, который пришел ко мне радостно посмотреть, чем я тут занимаюсь. Я надеюсь, что он там ридсы не попортил. Потому что... Это было бы печально. Нет, он оттуда вспрыгивал. А падал он сюда. Ну ладно. То есть, то ли тут вообще нужно все полностью закрыть. Кстати, это хорошая идея. Если сделать тут еще и крышу, то на эту крышу можно будет перетащить пчел. Что, в принципе, в моем стиле, когда... Так, стоп. Здесь не надо палочек. Точно нигде. У тыкв палочек не надо? Нет. А у тыкв нужно палочек. Да, 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 да. У тыкв нужно палочек. Только перед тем, как делать тыквам палочки, нужны семена. Кстати, семена у меня есть. Но все равно все тыквы идут на семена. Так что, если я сейчас надеваю лишних семян, у меня их есть куда девать. Ничего простого. Ничего простого, ничего сложного. Так что сейчас некоторое количество собранных, пущено семена. Все. Теперь у меня здесь все засеяно тыквами. Здесь я попытался все засеять пшеницей, но пока с пшеницей не везет. И засеивать я ее буду не на жердочках, а на... Ну, просто. Не везет мне с ней, потому что я пришел с слишком маленьким количеством этих индустриевых кров. Так что придется. Ай! Крипер, крипер, крипер. А ну его нафиг. Мне бы лучше скелета какого-нибудь. Нет. Меня тут ожидают только криперы. А, стоп. Я же сейчас могу пойти и сделать себе палочек. Чего я парюсь? И надо что-то решать с песком. У меня проблемы. У меня нету песка. Песок можно сделать перетиранием камня. О! Чего мне дали? Песок можно сделать перетиранием камня. Но это очень-очень медленный процесс. Так, ну и, собственно, немножечко палочек мне нужно. Чего-чего? Бедный эндермен. О! Стека. Ну да, тут 64, тут 64. Бровника. Должно хватить на все семена. Так, стоп. Палочек тоже выкинуть. Ладно, я пошел сажать. А дальше будем делать машины. Ну, когда сверху все хорошо, можно заняться производством машин. Так, массераторам надо какое-нибудь задание дать. Медь. Однозначно медь. У меня почему-то кончается медь. Я не знаю почему. Так, золото есть. Плавленое железо есть. Меди мало. Ну, стоп. Как делается центрифуга? Как раз из меди, черт. Два, три, четыре, пять, шесть. Остальное можно пустить на... Бронзу. Итак. Что дальше? Еще у меня есть немножко бронзу. Мне нужно раз, два, три, четыре машины. Четырежды, восемь, тридцать-два. Ладно. Мне нужно три машины. Потерпевание фабрикатора сделаем позже. Затем у меня, по-моему... Да. У меня, по-моему, очень жесткие проблемы с песочком. У меня реально проблемы с песочком. Ребята, извините. Я был не готов к этой съемке. Поэтому я сейчас пойду копать песок. И скоро вернусь. Знаете, я тут решил по ходу... Походя накопать себе немножко не только песка, но еще и глины на кирпичике. Ну и вообще, мне еще турболестроить и прочие разнообразные холистревые машины, которые требуют глину. И что-то, знаете, мне плохо на дне. Я, оказывается, не умею дышать под водой. Более того, я не умею дышать под водой. Ну, я чуть не умер тут. Так что пошли потихонечку домой. Ну, я заодно настреляю кальмаров. И сделаю одну полезную штуку. Итак, я дома. Первое. Мне нужны банки с воздухом. Ага. Новый рецепт банка в компрессоре пустая. Это баллон с воздухом. А дальше я не помню, как делается маска. Не, придется искать. Это такие жуткие оранжевые фигурины. Что-то я их не вижу. Это вроде бы броня. То есть это должно быть где-то в самом конце списка. О, нашел. Скуба-хелмет. Оранжевая краска. Стекло. Да как нефиг делать. Один кусочек стекла-то у меня есть. Так. Краска. Резинка. Сколько там? Четыре, по-моему, можно было. И, конечно же, железка. Вперед. Стекло. Краска. И резинка. Йоу. Я буду в этом ходить. Кстати, насчет брони. У меня, конечно, тут все плохо с электричеством, потому что сюда приходится электричество носить. Снизу. Но. А где же еще залежаться-то? Как не здесь. Так, что у нас тут? У нас тут появилось медь и золото. Медь и золото. Золото. И медь. Продолжаем заниматься медью. Потому что ее очень мало. Так, ну что. Мои волшебные банки. Стоп. Чуть-чуть я все сюда закинул. Мне, кстати, не хватает места под хранение всяких ресурсов. Стоп. Чуть-чуть-чуть здесь медь делала. Это должно было быть здесь. Нет, бардак. Бардак. И черная краска здесь. Супер. Все. Вот теперь я почти готов к тому, чтобы туда отправляться. Как только у меня компрессор закончит делать вот эти вот банки с воздухом. Но я боюсь это надолго. Так что я сейчас просто подожду. Там броню позаряжаю. Что-то я как-то очень резво потратил мой бэдбанк. И пойду с полным набором всего. Пока я тут жду, когда у меня будут банки с воздухом. Я понял, что, в принципе, мне неплохо было сделать топливо. И у меня, кажется, опять кончаются мои банки с... Ну, пустые. Так, ну-ка. Вот это сюда. Пока я это делаю. Так, где-то у меня были... Да, вот они. Где-то у меня были растения. В принципе, я же сейчас пойду в Нейзер. Ну, в какой-то из серий. А это значит, что мне очень-очень-очень нужно будет джетпак. Ну, летать. И так как я сейчас не могу сделать себе нормальный человеческий джетпак. Электрический. Я воспользуюсь тем, что есть. Ну, еще, в принципе, да, столько банок мне хватит. Столько мне с собой тоже хватит. И можно идти приключаться. Ну, что, кажется, удобно. Приплываешь к месту, где ты хочешь копать. Где-то здесь было. Вот здесь вот. И начинаешь копать. Внимание, на панельку с моими банками с сжатым воздухом. Только как-то, черт возьми, они очень быстро тратятся. Сколько же этих банок-то нужно с собой иметь? Полный стэк. Я боюсь, что... Да, примерно полный стэк. Ну, в общем, вот такая вот нано-броня для бедных. То есть, это квантовая броня. В принципе, да, у меня там сейчас все кончится. Ну, и, соответственно, полные воздухобанки превращаются в банки пустые. Так что их можно несколько раз использовать. Так, это что? Это уже... Нет, это все еще глина. Нужно копать. То есть, я нарвался на хорошее, такое честное, большое месторождение. Нет, это все еще глина. Все, а вот теперь можно сваливать. Ну что? Нет, нельзя сваливать. Тут еще есть. Правда, темно, черт возьми. Ну, ладно. А, я хочу еще вот сюда вот. Вот сюда вот я еще хочу. Да. В общем, вот так вот я копаю. И, в принципе, я сейчас хочу в пустыню. Заодно набрать там пустынных пчел. Потому что у меня что-то пчел не хватает. Вы знаете, я сделал глупость. Фишка в том, что я не взял с собой второй бэтпэк. Конечно же, я сейчас тупо накопал... Так, отдай-ка я от них спеку. Я тупо накопал себе песочка на весь бэтпэк. И он у меня кончился. В результате у меня нет электричества для того, чтобы отмахиваться от всяких гадов. И ОМФГ. Сколько у меня всего есть. И вот этот песочек уже не взять. Да, ну ладно. Мы не будем брать порох. И это кто? Это дрон. Дрон нам, наверное, тоже не нужен. Все. Можно сваливать. И... Ничего, ничего, ничего тут. Стрелы, наверное, не нужны. Стрелы и паучьи глаза, и мясо. А вот это... Вот это один из ульев я хочу. Ну что? Наверное, сейчас все-таки выживу. В походе домой. Не, я еще один ульев могу взять. Надо было брать нормальный человеческий... Как это называется-то? Так, дрон не нужен. Нормальный человеческий... Рюкзак для пчел. Стоп, я могу взять еще одну пчелу. И выкинуть еще одного дрона. Эти дроны мне нужны для того, чтобы... Вывести пчелу в нейзере. И... Дайте экспу хотя бы. Все. И я свалил свой сачок. О. И я взял правильную пчелу. Все нормально. Можно двигаться домой. Ура! Я дома. Пчелы немедленно сбагрить. Они живут здесь. Зачем мне валянты? Я не знаю. В принципе, может быть, это полезно. Мне нужны вот эти вот принцессы. Модесты. Потому что эти модесты умеют жить в пустыне. Ну, в общем, они умеют жить ночью и когда жарко. Ну, собственно, они умеют жить в нейзере. Так, ну что? Эти потихонечку работают. Они начали работать почти в 10 раз быстрее. И это хорошо. Но, к сожалению, мне этого недостаточно. Дело в том, что я им подсунул жердочки обыкновенные, которые быстро кончаются. В принципе, надо сейчас как раз заняться производством нормальных человеческих жердочек. Это эндермен, это не я. Ну что? Я пришел. У меня теперь есть песочек. Песочек можно аккуратненько пожарить. У меня есть еще кирпичики. Но перед уходом я включил себе жарку кирпичей. Так что теперь можно наделать всего. Так, вот это все сюда. И первая машина, которую я буду делать, это будет центрифу... Стоп. Не тот ящик. Это будет центрифуга. В принципе, у меня стекло есть. Чуть-чуть. На центрифуга должно хватить. И она делается из меди. Вопрос. Очень хороший вопрос. Чем я буду запитывать эти машины? В принципе... В принципе... Я, наверное, сделаю себе прямо сейчас... Ну-ка, сколько у меня шестиленок получится? 15 штучек. Ладно. О, это же клевый способ потратить мои невменяемые запасы этого камня. Это же прекрасно. Во. Я угробил почти стек камня. Такс. Они делаются из бронзовых шестиленок. То есть мне нужна бронза. С бронзой все не так весело. Но уже намного лучше, чем было в самом начале. Бронза у меня теперь есть. Сколько? 14. Давайте 12. Это 6 моторов. Сделаю себе бронзовых моторчиков. Так. И нужны пистоны, которых у меня, по-моему, нету. У меня еще дерево нет. Вот с деревом основная затыка. Кстати, что у меня с... Да, с броней у меня все хорошо. Вот эта вот шапочка. Она, да, она крута. Дай-ка, кстати. Вот эта у меня будет жить здесь. В принципе, у меня есть идея. Так как я сейчас делаю центрифугу, я смогу слать почту. Сделать себе ядерных бомб. И отослать. Угадайте, кому. Но... Нет. Я не настолько злой. И тем более новая ядерная бомба, она имеет сложный рецепт. Так что я буду заниматься пистонами. И сейчас у меня будут машинки, моторчики для того, чтобы запитать эту центрифугу. Так. У меня есть моторчики для того, чтобы запитать центрифугу. У меня есть свободное место в сумках, наконец-то. В принципе, что еще? В принципе, я могу сделать... ...пару карпентеров, которые мне по-любому пригодятся. И мне нужна еще одна машина, которая... Даже две. Одна, я не помню, что это, делается из олова. Сквизер. Действительно, сквизер. Как я мог это забыть? А еще одна термионик-фабрикатор. Термоэлектрическая производилка, делающаяся из сундучка. Из золота. Сундучок. Я тебя и видел. Ты где-то был. У меня где-то были сундуки. Золото. Ну, собственно, вот это золото, это то, почему я так нервничал, что у меня золота нет. Мне бы вот этот фабрикатор сделать. Стоп. Как он делается? Машина, сундук, стекло. О. И у меня есть полный джентльменский набор. Но мое счастье было бы неполным, если бы мне не нужно было еще некоторых вещей. Дерево. Дерево у меня есть. Деревянная труба. И пара золотых. О. Ну, и, конечно, я буду себе сейчас делать... Редстонные трубы. У меня, кстати, по-моему, никогда не было редстонных труб. Правда? Да, у меня все трубы обыкновенные. У меня даже есть золотые трубы. Но нету золотых редстонных. Итак. Давайте думать. Центрифуга у меня точно стоит здесь. Я, наверное, даже просто возьму редстончика и... Да, вот стопа. Так. У меня есть трубы. Для того, чтобы здесь вот их расположить. Во. Дальше у меня тут будет карпентер, который работает на масле. Соответственно, здесь у меня должен быть сквизер, который, собственно, это масло выдавливает. Ну, в принципе, пока мне хватит одного сквизера для выдавливания. Значит, здесь у меня будет карпентер, который работает на воде. О, а здесь у меня будет деревянная водопроводная труба. О, кстати, насчет водопроводных труб. Это очень хорошо, что я об этом вспомнил. И немножко кактусов я пожарю. Стопа, зачем я жарю кактусы? Кактусы я хотел разводить. Водопроводную замазку у меня сейчас будет из чего делать. Так что, ладно. Жарим мы пока что вот эту. Так. Зеленая краска есть. Ну, ладно, не страшно. Одну водопроводную трубу сделать. Где-то у меня был... Ой. Да, кстати, стоп. Надо же еще фабрикатор поставить. Я о нем что-то... Что-то я о нем забыл. С фабрикатором все непросто. Он требует электричества. То есть, не электричество, он требует вот этого вот бюрткрафтовской энергии. Она, говорят, пневматическая. Чуть побольше. Может, ему и хватит. Черт его знает. Ну, в общем, сейчас на улице случится день. И я попробую с этим что-нибудь сделать. Но выглядит уже недурно. В принципе, с той стороны мне нужно поставить моторчика 3. О, стекло. Кстати, не пожарить. Да, нет, пока я жарю стекло. Потом начну жарить кирпичи. Потому что скоро мне нужны будут рейлкрафтовские печки. Карпентер, сквизер. Ну, все, прекрасно. Осталось только вот эту трубу сюда поставить. И будет все как в лучших домах. Ну, как было у меня в тот раз. Стоп. Сюда нужен еще моторчик. Где-то я его видел. Во. Вечно работающий моторчик. И нормально. Но используйте эту. То есть, дальше настраивать все это безобразие я буду уже в следующей серии. С вами был Ваня. Была очередная серия похождения на ядерном сервере. Счастья, радости. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.